здравствуйте момент истины снова в томске после того как вышел у нас предыдущий фильм о томске и томской области нам поступила в редакцию новой информации мы приехали снова сюда снова в томск чтобы все увидеть своими глазами чтобы все потрогать своими руками чтобы поговорить с людьми которые непосредственно к этим проблемам томской области и томска причастны томская область которая когда-то своей промышленностью гордилась сейчас находится где-то примерно по общим показателям на 36 месте это середина но что осталось от предыдущей славы где где эти великие заводы где томский подшипник где томский завод измерительных приборов где производственное объединение контур и много много других где они все конечно же наследие 90-х дало о себе знать но кто этим воспользовался кто забил конце концов последнюю последний гвоздь в крышку гроба всей этой великой промышленности которая в том числе работала на оборонную промышленность которая сейчас актуальна как никогда есть два персонажа это алексей вавилов и ренат аминов его правая рука сегодня мы только приоткроем занавес сегодня только немножить только небольшая часть всей этой истории как была похоронена промышленность томской области великая промышленность великое наследие советского народа конечно же у них были сообщники кто им помогал на разных этапах и к сожалению эти люди и высоких кабинетах и в погонах чиновники при власти в какой-то степени с этого здания проспект ленина дом 54 а и начались проблемы у мэра кляйна в двадцатом году мэрия города томска решила подать два иска против предприятий алексея вавилова один из против ао консалдинг строй инвест они с него хотели 15 миллионов а вот другой из против а о почтальон которому и принадлежит это здание на проспекте ленин дом 54 а от него они хотели чтобы они снесли верхний этаж якобы незаконно построенный в результате как мы видим верхний этаж на месте а вот мэр кляйн уже не мэр я сейчас иду вдоль дороги эту дорогу ремонтировал мэр кляйн эта дорога не простая ее уже называют кляйновской дорогой а еще за эту дорогу его судили эту историю томские журналисты прозвали делом о двух миллиметрах а все потому что кляйн по версии следствия должен был принимать дорогу не по госту а по некоему сп специальному своду правил по которому требование продольной ровности проезжей части строже как раз на два миллиметра но кляйн утверждал что сторона обвинения грубо ошибается вы посмотрите на другие дороги в городе томске на них действительно ногу можно сломать на этих дорогах реально можно оставить подвеску но за них никто не сидит но вот за эту дорогу не самую плохую я вам скажу даже в общем то как говорят водители а мы по ней проехались вот вы сейчас видите кадры это хорошая дорога другое обвинение мэра кляйна состоял в том что он создал некую санитарную зону вокруг завода томской пиво в котором он был бенефициаром а рядом с этим заводом хотел построить жилищный комплекс ренат аминов и алексей вавилов и как раз эта санитарная зона этот жилой комплекс им построить то и помешало и заявление о превышении должностных полномочий аминовом было написано и смотрите какое чудо вдруг прокуратура следственный комитет увидели в этом нарушение в ответ на эти два иска администрация города томска точнее мэр кляйн получил уголовное дело это очень хорошо показывает кто на самом деле в томске хозяин у кого какие возможности что может ренат аминов что может алексей вавилов если они захотят я сейчас иду по-настоящему памятнику безхозяйственности томской области это объездная левобережная дорога точнее должна была быть ее задумали еще в десятом году и даже может чуть раньше начали строить этот целый насыпь здесь зарыли буквально зарыли 2 миллиарда рублей вообще общий бюджет где-то 3 миллиарда 2 и 9 но успели потратить 2 миллиарда но дорога не построена и едва ли будет построена посмотрите вокруг 11 километров должна длиться ее строительство несколько раз возобновляли но сейчас этот объект без хозяйственности томской давным-давно уже заброшен едва ли тут что-то будет построено были возбуждены уголовные дела были проверки курировал кстати это все прокурор ткаченко тот самый ткаченко который был который стал заместителем прокурора когда пришел в область прокурор семенов александр николаевич этот самый ткаченко который был уволен после того как в 22 году в томской области побывал генеральный прокурор краснов а что же за фамилии всплывают причастные к этому безобразие да они все те же аминов вавилов где федеральные деньги где где эти 2 миллиарда которые здесь забыли вот мы тут заняли такое место сверху видно вот этот недострой это должен быть учебно лабораторный корпус томского государственного университета стоимость полтора миллиарда начали строить в двадцатом году в двадцать втором уже должны были построить но в двадцать первом году компания алексея вавилова консалдинг строй инвест сказал что нужно чуть добавить 800 миллионов денег не оказалось в результате здание пылится опять похороненные деньги опять вот такая томская бесхозяйственность кто за это ответил да никто за это не ответил здание стоит бюджетные деньги потрачены виновных нет ну вот за моей спиной торговый центр огромный торговый центр изумрудный город какое вообще красивое название изумрудный город кто его придумал принадлежит он кстати алексею вавилову там вообще очень интересная история была как алексей вавилов строили это здание с левчуговым потом левчугову посадили ну якобы говорят посадил вавилов чтобы не делиться прибылью я зашел в этот замечательный торговый центр изумрудный город три этажа три этажа но масштаб виден весь набор весь набор брендов компаний все что нужно вы помните вообще сказку про изумрудный город откуда этот эта фраза взялась что она значит на самом деле это люди когда приходили в этот город в изумрудный им выдавали изумрудные очки чтобы все казалось изумрудным вот интересно а в томске дела также обстоят когда приезжают какие-то чиновники им тоже очки выдают чтобы они ничего не видели что в томске творится вот сейчас в данное время идет процесс над левчуговым и арефиев левчугов это партнер алексея вавилова они и сейчас владеют изумрудным городом на двоих арефиев это бывшие следователи один был посредником во взятки это левчугов партнер вавилова а другой следователь арефиев эту взятку получал интересно как партнер вавилова так глупо подставился сми пишут что левчугова все за очень часто посещал ренат аминов и просил его взять вину на себя признаться во всем может быть рената аминов предлагал ему переписать часть его часть изумрудного города на вавилова и все проблемы чудесным образом прекратятся но левчугов не так-то глуп он наверно представляет с кем имеет дело перепишешь свою долю не будет и не доля и срок получишь кстати ему грозит до 15 лет вот такие дела мэр кляйн партнер бизнес партнера левчугов все перемешалось главное деньги главное бизнес любопытный момент я вот очень не люблю слово рейдер когда им бросаются налево направо будем интеллигентно назовем специалист по недружественному слиянию и поглощению чаще через процедуру банкротства либо через процедуру выкупа долгов это все форму суть мы все прекрасно понимаем тем не менее вот такие специалисты по недружественным слиянием поглощением коим конечно бесспорно является господин аминов как есть без дружественных неформальных взаимоотношений без этого сложно в россии заниматься подобной деятельностью ренат аминов дал замечательное интервью где он себя называет специалистом по банкротству занимается он этим с 13 года и в общем-то считает себя таким уже состоявшимся профессионалом в этом деле но рейдерство от банкротства специалистов по банкротству отличается методами какие методы вы используете а мы-то видим какие здесь методы любое банкротство любой заход на предприятие всегда сопровождается уголовными делами либо хотя бы проверками тут нужны связи в судах в полиции прокуратуре нужно только в этих органах найти тех людей которые на определенных условиях сделают то что вам нужно а дальше дело техники был у него двоюродный брат камалов ренат харисович как его называли серый кардинал у фсб потомской области он и сейчас есть только сидит в сизо в октябре двадцать третьего года его арестовали буквально сняли с поезда в ростове хотел вот так вот скрыться от правосудия к слову камалов и прокурор ткаченко помогали вавилову и аминову не давая их конкурентам построить торговый центр рядом с гумом конечно же когда вот такой специалист по недружественным слиянием поглощением проявит интерес к предприятию вкусному успешному мне очень жалко подобное предприятие разорвут на часть и знаете отбиться бывает подчас ой как сложно там где можно быстро заработать неважно какими средствами себе и команде своей своим партнерам любые средства хороши производственное объединение контур красноармейской 101 а когда-то это предприятие создавало начинку для ракет а сейчас без слез на это на все не взглянешь томский радиотехнический завод сейчас там пусто скоро говорят тут построить жилищный комплекс ренат аминов и алексей вавил когда-то это предприятие знали во всем советском союзе а скоро тут построить жилищный комплекс вот за моей спиной вы сейчас видите когда-то легендарное предприятие томский подшипник огромная территория подшипниками этот завод снабжал не только россию не только советский союз но еще и за границу сейчас уже давно не работает это предприятие свое время еще собственники этого томского подшипника рабочие этого легендарного завода хотели сохранить это предприятие уникальное но новые экономические обстоятельства пришли бизнесмены алексей вавилов ренат аминов и сейчас мы видим что когда-то легендарное предприятие который давным-давно не работает застраивается жилыми комплексами только к сожалению подшипники теперь приходится нам покупать за границей вот мы сейчас находимся на войкова 47 тут когда-то был томский завод измерительной аппаратуры ну как вы уже догадались тут его сейчас нету а находится а строится вот эти жилые комплексы строит их жека вигра который принадлежит алексею вавилову алексею мошко и ренату аминова тем самым бизнесменом уже нам известно был когда-то завод теперь жилые комплексы вот так вот вот такая вот экономика в томске все предприятия которых мы сегодня рассказали они потеряны навсегда они могут быть восстановлены где-то но только не там не на тех местах и на восстановление это уйдет десятилетия но есть хорошие примеры такое предприятие из томский микро его тоже хотели разорить тоже там обанкротили хотели по дешевке купить те же персонажи но вмешалось государство государственное предприятие и его это предприятие удалось к счастью спасти я так понимаю что тем самым то есть микро вот опять вывели из этой кризисной ситуации газпром ну можно сказать как государство забрало себе контрольный пакет акций будет им управлять будет управлять соответственно правильно грамотно не допуская вот тех кризисных ситуаций которые были допущены до этого ну фактически тем самым спасло это предприятие в отличие от тех вот предприятий которые у нас за последние десятилетия в томске закрывались и вместо которых у нас появляются торговые центры там какие-то жилые кварталы вместо того чтобы производить товары в том числе для оборонной промышленности фактически просто продают товары потребительские а что сейчас вот в томске происходит как ситуация может быть изменилась что было когда-то то было давным-давно кого надо тех посадили кого не надо конечно не посадили ничего особо-то не изменилось знаете недавно на всероссийском конкурсе служение томский проект изумрудный город занял первое место в номинации мой край моя гордость вам не кажется странным что изумрудный город так проект называется социальный проект и изумрудный город торговый центр который принадлежит алексею вавилову одно и то же название это совпадение такое на следующий день губернатор мэр даже значки этого проекта у себя на страничках разместили сейчас правда уже убрали все нет ли здесь длинной руки алексея вавилова который решил вот так вот и торговый центр пропиарить ну и вроде бы губернатору хорошо сделать все-таки социальный проект занял первое место на всероссийском все-таки конкурсе служение алексей вавилов входит в попечительский совет томского государственного университета там директор галажинский помните то недостроенное учебное здание которое вот еще не скорее всего так и будет стоять как памятник безнаказанности и вседозволенности как та же самая дорога за 2 миллиарда мэра кляйна за 2 миллиметра дороги посадили несколько лет отсидел а тут два миллиарда пропало и как будто так оно и должно быть знаете хотели построить дорогу но что-то не пошло не получилось вы посмотрите вообще на томские дороги на них смотреть страшно не то что ходить и ездить по ним а дорога мэра в принципе не такая уж и плохая так-то если посмотреть на нее а сейчас на очереди студенческий кампус его даже еще строить не начали а это федеральный проект там несколько миллиардов а строить мне кажется не начали потому что боятся потому что нельзя так построить и чтобы не украли понимаете такие деньги что прошли мимо определенных людей до которые заинтересованы в этом а это все те же самые люди будут все те же самые люди сидеть правда будут другие а начать стройку и ничего не украсть где-то там не завысить цены где-то там нет к не откатик кому-то не заплатить вообще как так работать то можно когда такие деньги там несколько миллиардов просто так что ли а сколько дали столько и потратить но это вообще как бы зачем тогда бизнес вести следственный комитет прокуратура управление фсб вы-то куда смотрите складывается такое впечатление что вы прям как-то помогаете вавилову и аминову ну не хочется говорить крышуете содействуете если вы вот такое не замечаете дело кляйна дело врачей дело князева вроде закон один а подходы какие-то разные все люди будто бы ослепли все не замечают очевидных вещей если ты друг аминова или вавилова то чё бы ты ни творил проблем у тебя не будет а если допустим как у врачей клиники санте у тебя нет таких друзей и покровителей то отвечать будешь даже за то что и не делал а москва спросит если она спросит кого-то кого-то посадить придется договориться так вот уже не выйдет как вот в томске на местном уровне можно договориться вот вам один такой показательный случай в томске есть такое издание по адресу московский тракт дом 57 принадлежит он условно принадлежит он максиму левашову сейчас там идет суд и на этом здании есть обременение то есть ничего нельзя сделать но это здание сдали в аренду алексею князеву но как предприниматель может сдавать или брать в аренду здание на котором есть обременение на которых еще неизвестно останется ли она в собственности у левашова или не останется какие гарантии тогда левашов мог дать когда суд еще не состоялся не наводит ли это на какие-то мысли что был уже известен результат предположение всего лишь предположение 15 процентов той компании который вот сняла это здание то есть там 85 князеву а 15 принадлежит томскому государственному университету то есть тот же самый галажинский тот же самый вавилов и может быть тут тоже какая-то связь есть нам вот кажется что есть тут связь но об этом мы поговорим в следующий раз а пока что до свидания